Болезни пчел Болезни пчел – частая проблема пчеловодов, доставляющая колоссальные проблемы. Если своевременно не распознать болезни и не начать лечение, то возможна гибель всех пчел в улье. Болезни пчел – их признаки и лечение. Пыльцевой токсикоз возникает в результате отравления насекомого пыльцой. Основная симптоматика особей становится неспокойными, брюхо слегка утолщается, появляются судороги, гибель происходит не в стенах улья. Лечение в данном случае заключается в своевременном и обильном снабжении пчел водой, подкормке семьи и жидким сахарным сиропом. Нектарный токсикоз развивается при взятке нектара, съедовитых растений, присутствии алкалоидов, эфирных масел. Для пчел опасны – ракитник, табак, багульник, шафран, василек, тюльпаны, волчи, ягоды. Признаки – насекомые ползают, затем умирают возле улья, поначалу у собей сильно возбуждены, потом теряют силы, все тело в целом и конечности. Еле шевелятся, не могут летать. Лечение заключается в полном избавлении от отравленного меда, подкормке сахарным сиропом и утилизации поблизости ядовитых для пчел растений. Химический токсикоз – отравление химическими ядами, используемыми для борьбы с вредными насекомыми, инсектициды, гербициды, фунгициды. Симптом всего один – пчелы перестают есть, затем помирают от истощения, в зависимости от тяжести отравления пчела может вовсе погибнуть на месте. Вылечить в данном случае пчелу невозможно. Алиментарная дистрофия – голодание. Это нарушение обменного процесса, возникающие в результате нехватки корма либо недостаточности в нем питательных веществ. Особой симптоматики при этом заболевания не наблюдается, гибнут насекомые и их расплод. Профилактические меры заключаются в обеспечении пчел кормами по одержанию гигиены. Запаривание пчел возникает при воздействии на насекомых высоких температур, повышенной влажности, плохая вентиляция, вулит, перевозка. Пчел в полиэтилене – термокамори. Симптомы – чрезмерное возбуждение пчел, размягчается воск, соды обрываются, насекомые становятся мокрыми, постепенно чернеют и умирают. Лечение особей следует выпустить на волю погибших пчел, испорченные соты утилизируют. Болезни пчел – частая проблема пчеловодов падевой токсикоз, результат питания падевым медом падалью. Проблемы пищеварительной системы кишечника приводят к постепенной гибели особи. Признаков как таковых не наблюдается. Особых способов как лечить при этом пчел не существует, насекомые однозначно гибнут. Заразные болезни пчел Заразные болезни пчел передаются от изараженных маток пчеловодческих инструментов – ящиков. Акарапидоз пчелы – симптомы лечения акарапидоз пчел Клещевое поражение особи паразитом акарапис вуди. Основные симптоматика При открытии по весне пчеловодам обнаруживается большое число мертвых насекомых и следы их поноса – пораженные. Пчелы не в состоянии летать, падают на землю, ползают, собираются в кучки и интенсивно жужжат, раскрылется, происходит растопыривание и выворачивание крыльев в разные стороны. Лечение акарапидоз лечится окуриванием либо парами акарицидных препаратов, помещаемых в улей. Погибших пчел тщательно вычищают и сжигают. Самые эффективные лечебные средства у муравьинка – препарат на основе муравьины кислоты, у пихтовое масло, у фольбекес и ферсульфанат, у акарасан, у полисан, у варрадес, у теда, у бэф, у скепидар. Применение народных средств также не менее эффективно, отлично зарекомендовало себя пихтовое масло. На заметку, пихтовое масло гораздо безопаснее медикаментов. Лечебный эффект наступает после проникновения активных компонентов в дыхательные пути зараженной особи. Аспергиллез и его характерные признаки. Аспергиллез пчел или попросту называемый пчеловодство и каменный расплод – это инфекционное грибковое заболевание, вызываемое грибком аспергиллез флавус, опасное для всех представителей пчелиной семьи, домашних животных и человека. Непосредственно у расплода он вызывает усыхание, гибель взрослой пчелы. Инкубационный период 2-3 дня. Аспергиллез пчел. Характерные признаки аспергиллеза пчел. У взрослых особей наблюдаются возбуждение, повышенная активность приобретения черного оттенка. В зависимости от возбудителя, слабым и тяжелым становится полет. Личинки начинаются морщиниться, становятся кремово-белого оттенка. Исчезает их сегментация. Они затвердевают лечение не каменного расплода. Каменный расплод у пчел. Чем лечить? Вылечить зараженный расплод и взрослых особей невозможно. Пчелиные семьи, проявляющие характерные для аспергиллеза клинические признаки, подлежат истреблению улей и дезинфицируют. Соты со здоровым расплодом перемещают в чистые улей. Чел подкармливают качественным кормом. Важно! Ведя работу с зараженными семьями, необходимо соблюдать меры безопасности, защита глаз при помощи специальных очков, либо марлит тщательная мытье рук после работы, полоскание ротовой полости. Несоблюдение мер безопасности чревато заражением, причем лечиться от аспергиллеза довольно сложно и долго. Почему пчелы ползают и не летают? Пчеловоды часто задаются вопросом, почему пчелы ползают по земле и не могут взлететь, поскольку данный симптом характерен для многих заболеваний. Острые параличи основные причины, почему летом пчелы ползают по земле и не могут взлететь. Акарапидоз Острые параличи Филаментовироз Нектарный токсикоз Акарапидоз Определить, какая точно болезнь поразила пчел, возможно только лишь при тщательном осмотре и при наличии сопутствующих симптомов. Профилактика отравления пестицидами Инструкция по профилактике отравлений пчел пестицидами Агротехнические действия по охране пчел от попадания в их организм ядовитых Веществ пестицидов должны быть нацелены на формирование дополнительной кормовой базы для бортничества Медоносные культуры должны Быть засеяны на околопасечных территориях таким образом, чтобы они цвели как раз в то время, когда будут проводить обработку пестицидами Создавая тем самым ресурс медосбора Пасечник, получив уведомление о грядущей процедуре, должен в течение нескольких суток увезти Пасеку в безопасное место, минимум 5-7 километров от места Либо спрятать пчел в зимовник, изолировать их вылет, согласно степени опасности Яда для пчел предпринимают требуемые защитные меры, либо вывоз пасеки, либо изоляцию семей Обработка ядом 1 класса Высокоопасная погранично-защитная зона 5 километров, предполагает ограничение лета до 6 суток 2 класса Среднеопасная погранично-защитная зона 4 километра, ограничение лета до 3 суток 3 класса Малоопасная погранично-защитная зона 3 километра, ограничение лета от 3 часов до 1 суток За 24 часа до начала обработки из гнезд удаляют утепление, достают потолочные доски и холстики, при помощи пустых сотовых рамок расширяют гнезда, сверху закрывают гнездо кочевой сеткой, на которую сверху кладут холстик и закрывают крышей. Летки целиком закрывают, убирают холстики с вентиляционных сеток последние часы перед процедурой. По истечении срока изоляции раскрывают летки 1-2 ульев для наблюдения за действиями пчел в течение некоторого времени. Если не обнаруживается любых отклонений в их действиях, раскрывают оставшиеся улья. Профилактические мероприятия ликвидация болезней. Требования по размещению и обустройству пасек. Расположение пасек осуществляют на солнечных, защищенных от ветра участках, не ближе. 0,5 километра от железных, шоссейных путей, пилорамы, высоковольтных линий и ближе 5 километров от кондитерских аэродромов, источников микроволновых излучений. Стационарную пасеку обносят изгородью. Улья ставят на подставки, высотой как минимум 0,3 метра от земли, дистанция между ними 3-3,5 метра, между ледами 10 метров. Необходимо наличие помещения для хранения суд с медом, пчеловодческих инструментов, дезинфекционных средств. В зимовнике температура должна быть 0,5-4 градуса, влажность 75-85%, обязательно наличие ветеринарно-санитарного паспорта на пасеку. Требования по содержанию, кормлению и разведению пчел из зимовника пчелиные семьи вносят в реви температурных показателях более 12 градусов. По весне очищают ледки от подмора, мусора, дезинфицируют. Проводят осмотр пчел, оценивают наличие корма, при его недостатке подкармливают мед, сахарный сироп. Каждый год выбраковывают непригодные соты. Паилки наполняют слабо присоленной водой 0,01% смесь. Меры по охране пасек от заболеваний. Комплектация пасек проводится только здоровыми пчелами. Матки-пакеты с пчелами иностранных поставщиков принимаются, согласно определенным ветеринарным требованиям. Передача любого пчеловодного инвентаря с одной пасеки на другую только после дезинфекции. Запрещается нахождение посторонних лиц на территории пасеки. Стационарная пасека должна обязательно включать оборудованное сотохранилище, сухое, относительная влажность 50%, непромерзающие, недоступные для грызунов, насекомых, в котором хранят пустые соторамки, соты с медом, ващину. Ветеринарный специалист проводит осмотр и лечение семей. При наличии особо опасных заболеваний необходимо информирование главного ветеринарного врача города, который решит дальнейшую судьбу. Пасеки, карантин, утилизация, лечение. Уместно высказываться из речения Мантуана Д. С. Д. Гзюбери мы в ответе за тех, кого приручили. Действительно пасека это своеобразный детеныш пчеловода, только от него зависит ее будущее. Уберечься от всех болезней невозможно, но существенно снизить риск их возникновения несложно. 0.0 VOT ARTICLE RATING Продолжение следует... Продолжение следует...